Друзья мои, всем добрый день! Сегодня действительно день вот такой вот солнечный, ясный. С утра были заморозки. Вчера у нас был праздник Святой Покров Пресвятой Богородицы. Ну вот у нас целый день вчера просто поливала, как из ведра. И по приметам, какой покров, такая зима будет. Ну думаю, будет или снежная зима, или в нашей Ленинградской области может быть и слякотная. Вот и по приметам, если дождь был, начался в этот день, то к ненастной осени. Друзья мои, ну я сегодня вот хочу вам показать томатики. Уже начинать, как бы заканчивать, не начинать, а заканчивать уже эпопею с томатами. Томаты, которые мы собирали 30-го числа, они у меня хранились дома. Вот по коробочкам, по названиям специально я собрала. Вот. Температура в доме у нас постоянная. Плюс 24 градуса. Вот. Томаты хранились под лестницей. Вот так вот в коробочках. Собирала я их практически зеленые. Вот. Не выкинула ни одного томата. Сейчас я их перенесу на веранду, и мы посмотрим по названиям. Ну вот, друзья, мы можем посмотреть томатики. Собирали мы их вместе 30-го числа, 30-го сентября. Вот. Я их разложила по коробкам. Что хочу сказать. Ну, я не выкинула ни одного за это время томата. Вот. Ну, что-то где-то было. Это у меня ушло, уходило на переработку. Так вот конкретно никаких проблем не было. Вот, посмотрите, вот это у нас томаты Rolex. Они были вообще 27-го числа сняты. Вот такие томаты. Ну, вот. Начинается тут. Ну, а в общем, вот. Вот. Я сейчас тоже разрежу. Посмотрю, как они сочные. Какой у них вкус на сегодняшний день. Так, вот это Rolex. Дальше. Дальше вот это томатик Пинкунику. Вот. Вот такой вот томат. Вот. Вот это уже переспелый. Но вот с этого хочу снять семена, попробовать. Выпустить. Посмотреть на следующий год, парочку посадить, что из этого получится. Ну, тоже, видите, абсолютно нормальные томаты. Хранятся при 24 градусах. Конечно, если бы они где-то в прохладном месте были бы, может быть, они ещё лучше сохранились бы. Так, дальше. Это у нас вот неизвестный у меня тоже какой-то гибрид. Вот. Что за гибрид? Вообще чудесный. Потерялся. И так я не знаю название. Вот такие вот шикарные томаты. Так, это киба. Томат. Тоже. Вот ещё, я думаю, до ноябрьских праздников пролежит ещё. Так, здесь у нас Сергей. Чудесный томат. Вот такой вот на вид. Посмотрите, друзья мои. Не знаю, прекрасные томаты. Сейчас вот тоже попробую. Так на ощупь. Тяжёленький, но сочный. И вот их томатики Шакира. Томатики Шакира. Вот они такие. Тоже. Веточки все уже сухие. Томаты прекрасно сохранились. И вот мой любимец. Мэйшуай томатик. Там видно было, что я снимала. И вот здесь вот зелёный томат был треснутый. И вот видите, вот так вот ранка затянулась. И томат покраснел. То есть выпады вообще практически никаких нет в томатах. Ну вот, друзья мои. Ещё, может быть, сделаю на 7 ноября. Если что-то останется. Но пока томаты выглядят вот так вот. Томаты кушаем. Томаты до сих пор идут в переработку. Вчера делала. Это жареные баклажаны и перцы в томатном соусе. Очень вкусно. Ну и в продолжении всего этого, друзья мои. А, мы же хотели попробовать. Сейчас мы попробуем, посмотрим. Друзья мои. Вот я разрезала. Вот это у нас томат Сергей. Вот это Мэйшуай. Даже зеленоватый. Очень вкусный. Это у нас томат Ролекс. Хороший томат. Томатный вкус нормальный. Вот. Ну и вот это вот Пинкуникум вообще, друзья мои. Вкус очень хороший. То есть, прекрасные томаты для употребления. В свежем виде тоже. Вот вам для размышления, друзья мои. Такие мысли по поводу гибридов. Я, в общем-то, очень довольна, что, вот так сказать, настолько быстро я пришла к выводу о том, что буду сажать все-таки я у себя одни гибриды. Я уже много приобрела гибридов на следующий год. Вот. Друзья мои. И в связи с этим, вот у меня получилась вот такая ситуация. Посмотрите. Вот такое количество семян у меня накоплено. Вот. Ну, которое я, в принципе, сейчас даже не знаю, куда деть. Ну, то есть, сами понимаете, выкидывать это, так сказать, неблагое дело. Поступать так нельзя. Вот. И, друзья мои, я бы с удовольствием вот эти все свои томаты кому-нибудь отправила посылкой. Я сама упакую, сама отправлю. Вот. То есть, кто-то, может быть, нуждается в семенах. Может быть, у кого-то есть такие знакомые, которые нуждаются в семенах. Вы знаете, я бы помогла бы. Вот. Посмотрите. Тут, пожалуйста, и от коллекционеров у нас семена. Вот они. Не хочу я сажать больше. Вот. Ну, хочется мне все-таки поработать с гибридами. Вот. Свои собранные семена. И вот шоколадный страйп. Санька, свои Валя. Золотая рыбка. Малахитовая шкатулка. Лискин нос. Бурятские хорошие для улицы у кого-то. Ну, вот бычье сердце. Мне что-то тоже не очень понравилось. Тоже бы, ну, отдала бы его. И здесь, друзья мои. Вот посмотрите, какое количество семян набрано. Ну, я бы поделилась бы. Вот, смотрите. Алый мустанг. Дебарао черный. Перцевидный. Это свои. Желтые были свои собранные семена. Загадка природы. Ягуар. Хороший. Ну, он красный. Мне по вкусу немножко не очень понравился. Французское. Вот, бычье сердце. Тоже есть тут пару семян. Но, наверное, сажать не буду. Так. Это розовый снег. Уже свои собранные семена. Загадка природы. Свои собранные семена. Черный барон. Кровавая мэри. Манго джанго. У меня пересорт. Но пробовать я что-то больше не хочу. Вот, пожалуйста, вам кто-то обожает пузата хата. Семена сажала. Семена собраны свои. Вот. Шоколадный пряник. Витадор. Тоже в этом году сажала. Мощное такое здоровое дерево. Но сами томатики мне не очень впечатлили. Тоже отдаю. Императрица. Значит, это Дубрава. Вот такие маленькие. Шоколадный страйп свои. Черный негус. Южный загар, пожалуйста. Малахитовая шкатулка. Черри лиза. Здесь, чем мне они не очень понравились. Они мелковатые и отваливаются от веточки. Вот это мне не устроило. А так вот, пожалуйста, кому-то целая пачка. Вот, пожалуйста, Дебарао гигант. Это вот Сергей. Ролик свои семена собрала. Я себе парочку оставлю. Буду пробовать. Вот крымский черный. Друзья мои, вот такое количество семян. Также отдаю король. Рынка не буду сажать. Король севера. Это баклажаны. Перцы. Перцы. Пожалуйста. Набор перцев. Шикарный набор перцев. Но я набрала. Буду сажать, пробовать другие. Поэтому, друзья мои, можно полностью, так сказать, получить семена полной коллекции. Здесь вот я собрала свои семена пломбир, кардинал и оранжевая манго, которые мне понравились. Я, конечно, себе по три семечка оставлю. Я попробую их посадить. Но вот тоже могу предложить, друзья мои. Вот, пожалуйста, набор кабачков. И, пожалуйста, вам и цукини, и такие. Вот. Тоже сладкий перец Елизавета. Огурчики. Очень хорошие огурчики. Но мне нужно только буквально 6-7 огурчиков. Ну, семена, я думаю, пропадут. Вот, пожалуйста. Герман, Директор, Магдалена, Бэби Мини, дорогие. Такие огурчики салатные, сочные. Вот. Это я брала в Европе, диригенты, профи семена. Тоже можно поделить. Их тут довольно-таки много. Ну, фасоль у меня не пошла. Черешковый сельдерея много очень у меня есть. Еще у меня вот этот уже надо отдать. И вот такие с розцепью семена, пожалуйста. Руккола, кориандр, укроп грибовский. Вот, своя питунья собрана. Так, это перец клава. Тоже свои семена. Парочку себе оставлю на пробу. То есть полный набор. Свекла есть, Мадонна. Острый перец, питон. Ну, вот, вот, друзья мои, пишите. Как-то, может быть, ВКонтакте свяжемся мы. Я сама все упакую и отправлю. У кого есть необходимость в семенах и нет возможности их приобрести. Платить ничего не надо. На почте я плачу сама доставку и упакую все сама. Ну, вот, друзья мои, сегодня вот у нас такое видео. То есть мы посмотрели томатики. Вот они. Просто сказочные томаты. Просто я очень довольна. Очень довольна томатами. Я уже набрала томаты. Вот он, Мэйшуай томат. Вот. Так что... Будем пробовать на следующий год гибриды. Еще набрала очень много интересных гибридов. Вот. Так что... А здесь... Ну, друзья мои, поймите, выбрасывать жалко. Жалко выбрасывать. И как-то это не по-человечески. Может быть, кто-то нуждается. Жду ваших предложений. Вот. Спасибо вам большое, друзья. За то, что были со мной.